Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно углубиться в конструкцию поршневого двигателя внутреннего сгорания, а точнее, в отличие между четырехтактным и двухтактным моторами. Четырехтактным называют поршневой двигатель, в котором рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за два оборота коленчатого вала, то есть за четыре хода поршня такта. Рабочий цикл четырехтактного двигателя состоит из четырех тактов, каждый из которых представляет один ход поршня между мертвыми точками. При этом двигатель проходит следующие фазы – впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. В двухтактном двигателе рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за один оборот коленчатого вала, то есть за два хода поршня. Такты сжатия и рабочего хода в двухтактном двигателе происходят так же, как и в четырехтактном, но процессы очистки и наполнения цилиндра совмещены и осуществляются не в рамках отдельных тактов, а за короткое время, когда поршень находится вблизи нижней мертвой точки. Процесс удаления из цилиндра отработавших газов и наполнения его свежим зарядом в двухтактном двигателе называется продувкой. За счет более простой конструкции двухтактного двигателя у него возможно осуществить реверс, то есть провернуть в обратную сторону. Это важно, например, для крупных судов, их трансмиссия не имеет редуктора и задний ход осуществляется запуском мотора в обратную сторону. Четырехтактные двигатели крутятся только в одну сторону по стандарту SAE, против часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика. Читайте главные новости дня на ленте «Популярной механики» в Телеграм. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.